Ваше святейшество, прежде всего позвольте поздравить вас с днём вашей архиерейской хиротогии, высокоторжественный день, и в этот высокоторжественный день кому оказывать честь, пусть не дают подарки, вы поступаете в этот день необычно, вы сами, всему думающему, читающему части человечества преподносите на подарок, третий дом ваших трудов, собрание ваших трудов, это наиболее могучий по контенту дом, самый небольшой, особенно важно, что собрание ваших трудов необычно по логистике порядковых номеров, и не то, что потому, что вы советовали именно Василием распределить эти собрания, но именно потому, что действующий такой активный патриарх, предстоятель церкви, постоянно наполняет содержанием свой архив, который мы разбираем, составляем, редактируем, технически оформляем, издаем, и получается, конечно, собрание, которое состоит из многих серий, серии называются по-разному, и они окончательно не сформированы, слово предстоятельцы, слово пастыря, богословие, официальные какие-то документы. И, конечно же, сейчас эта логистика может быть не очень видна, но со временем, наполняя эти серии, они будут как раз наполняться вот этим высоким содержанием. Поэтому, Ваше Святейчество, в этот день, прежде всего, мы хотим, чтобы эти серии умножались, а чтобы они умножались, мы желаем Вам здоровья и многое. Благодарю Вас, Отец Владимир, за Ваши добрые слова и за работу, которые пройдет в МОСКОВСКОВСКОЕ КАРАХИЕ. Я хотел бы сказать о том, что сегодняшний день для меня в личном плане особенный. 38 лет назад я стал от Кирея, и так уж совпало, что по церковному календарю и вообще по этому календарю, которые были в церкви, это первый день весны, 1 марта. Для истории нашей культуры это день, когда была написана первая книга Ивана Федоровна. И вот сегодня, ровно 450 лет тому назад, то есть мы празднули 450-летие издания первой печатной книги в России. Я счастливею, что это такое важное событие. У нас очень камерно, как-то празднецы, даже не все это хорошо знают. Но ведь это действительно огромный этап культурной жизни страны, появление первой печатной книги. Вот только что сейчас я имею возможность вместе с мэром Москвы встретиться с детьми, в частности, рассказать о МАВЭРах, и вместе с детьми и родителями отпраздновать День православной книги, который, как известно, был установлен именно в связи с днем появления первопечатного апостола. Благодаря вам, что именно к этому не могут приворочить презентацию нового дома, я когда смотрю на эти дома, где как немножко долго делается, как я вам скажу, смотрят, что понимают, что здесь больше божественного участия, чем человечество, потому что по нему человеческой все это очень сложно создавать. Но Господь помогает и дает какие-то силы и мысли, которые теперь, благодаря технике, можно всегда сфиксировать, а потом еще раз надеюсь, подумать уже, поработать с текстами, которые приводятся в результате всей этой книги. Вот таким образом, и, собственно говоря, большинство материалов, которые содержат, дом и появились на свете города. Я хотел бы поблагодарить обязательства Московской архиархии за эту техническую работу, которую она проводит, с тем, чтобы все это собрать. Неизвестно, где это все лежит. У меня не очень систематизированы личные архивы. Где-то все копится, собирается. Вам приходится заниматься такой археологически, заскалительской работой, находиться в тексте. Я вам, конечно, очень благодарен, потому что даже сейчас мне что-то нужно иногда посмотреть, вспомнить, даже просто для того, чтобы не повторять одно и то же. Хотя трудно не повторять. Мы же говорим всегда об одном и то же. Мы говорим, в первую очередь, о спасении. Мы говорим о Евангелии. Мы говорим о Христе. Мы говорим о Церкви. Но важно, чтобы каждый раз, когда мы об этом говорили, в наших словах была некая новизна и некие мысли, которые бы помогали нашим современникам соприкать высокие духовные истины, которые заключены на излове Божьем, и которые передаются через Церковь, с повседневным человеческим умом. Вот, собственно говоря, я всегда придерживался именно этого принципа, чтобы Слово Божие актуализировалось посредством тех слов, которые произносятся в Церковь. Насколько это удается, уже судить не мне, но глубоко убежден в том, что только так и может строиться сегодня и формироваться сегодня корпус тех печатных текстов, которые появляются и которые рассчитаны на наше современное. Еще раз хотел бы поблагодарить вас, за вашим трудом и всех тех, кто сегодня участвовал в этой церемонии. И благодарим вас, благодарим и всемирным правоедом. Не благодаря вам. Ты еще раз мысладные нафиг, и другие нафиг. Благодарим. Благодарим. Спасибо. 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 Приветствую всех. Отлично.